Девушки отдыхают Уйдет из этого дома А у вас как там? Да никак Брат в стильку пьяный Уснул сейчас Как ты думаешь, в чем проблема? Неужели это правда из-за ребенка? Не знаю подробностей Кажется, дедушка наехал на него за ужином Наверное, это повлияло на него Не знаю даже Да, Асуман Мне тоже рассказывала что-то об этом Кажется, в последнее время Дедушка стал немного Сварливее, чем обычно Ну и ну Интересно и почему же? Да И мне тоже интересно Это не только из-за того, что я сделал, Сейрон Ты рассказала про обман семьи Может поэтому, Сейрон? Как ты думаешь? Я ничего такого не говорила, Ферит Я всего лишь Защищала свои права И все Я тоже был прав в чем-то, Сейрон Разве не так? Ферит Сейрон, сколько это все будет продолжаться? Что ты сказал? Я не поняла Я говорю Как долго Все это будет продолжаться? А что ты сделаешь, Ферит? Ты же, как и свой брат Напьешься и будешь кричать Во все горло, что мы разведемся Нет, Сейрон Я не буду поступать Как свой брат Я сначала разведусь А только потом буду кричать об этом А-а-а-а Что происходит, а? Ферит Ты можешь закрыть? Мне очень холодно Решил с утра подышать свежим воздухом Но я смотрю, тебя и это не устраивает Да, вот такая я ненормальная Осуждаю тебя за то, что ты в такую раннюю открыл дверь Холодно же Ой О, Аллах Ты что, и вправду замерзла? Неужели теплое одеяло не согревает тебя? Дорогая женушка Не переживай, я тебя сейчас согрею сам Подвинься, подвинься Давай Ферит Подвинься Да Подвинься, подвинься Ферит Давай, иди ко мне, я обниму тебя Ферит Сейрон, у меня полно энергии после тренировок Иди, потрать эту энергию Используй для работы, давай Продолжай в том же духе Хорошо Не подпускай меня, тебе за это подарят медаль Пусть я не против Вредина Слушаю вас, господин Латив Господин Халис желает поговорить с госпожой сэра Ну и ну Это еще зачем Я об этом ничего не знаю Хорошо, я сейчас приду, господин Латив Почему дедушка с утра пораньше хочет поговорить с тобой? Если это из-за вчерашнего То при чем здесь ты, я не понимаю Может, ты знаешь? А мне откуда знать? Переоденусь и пойду к нему Смотри, если будешь жаловаться на меня Я тоже пожалуюсь ему на тебя Ты слышала меня? Алло В чем дело, сэра? О чем вы поговорили с дедушкой? Он все слышал вчера вечером Ах, господин Латив Он сведет меня с ума Все доложил дедушку Тише, Ферит А тебя для чего он позвал? Только никому не говори Он просит нас с тобой помирить их Кого из нас? Нас обоих, Ферит Кого еще? Сказал, делайте, что хотите Но только помирите их Они взрослые люди Приняли решение Как мы их помирим? Да ладно тебе Что-то это не похоже на Ферита Корхана Что с ним случилось? Он всегда был готов примчаться на помощь Что теперь не так? Или ты не хочешь, чтобы они помирились, Ферит? Да при чем здесь это, Сейран? Я имею в виду, они взрослые люди Приняли решение развестись К чему их мирить? Я не понимаю этого Я очень рада Ты впервые что-то не понял В общем, жди от меня сигнала Я все сама устрою Ну да, прости Ты ведь мастер в этом Ты специализируешься на этом Специализируюсь? Специализация Я недавно научился этому слову на фирме Я буду узнавать что-то новое А потом тебя научу Вот увидишь Бери с меня пример, Сейран Подожди Я с тебя еще много примеров возьму Да что вы говорите Не сомневаюсь Ваша светлость Только не опаздывай Бери и отдавай Бери и отдавай Ты поняла, о чем я, а? Ферит? Ферит? Ладно, ладно Я сначала узнаю об обстановке Ферит? Но для начала Ты должна мне Кое-что Дура Дура Белин будет счастлива. И знаешь, когда? Когда ты разведешься. Все наладится, когда ты начнешь ценить мою дочь, которая по-настоящему любит тебя и заслужила быть с тобой. Ты же лишил меня будущего. Несмотря на все твои ошибки и проступки, я думала, что буду с тобой до конца жизни, Ферит. А что сейчас? Теперь ты открываешь новую страницу своей жизни вместе со своей женой, не так ли? А что делаю я? Я плачу и страдаю. Пока ты развлекаешься со своей женой и улыбаешься счастью, я умираю от горя. Я умираю от горя. Поскорее сделай все необходимое. Лучше поторопись. Твою жену тоже жалко. Она тоже чья-то дочь. Чем раньше, тем лучше. Кстати, я буду преследовать тебя. И пока ты не уладишь эту проблему, Ферит, я не вернусь в Лондон. Проходи уже. Давай. Хорошо. Почему ты разозлился? Потому что меня злит, что ты улыбаешься и ведешь себя так, будто ничего не случилось. А что я такого сделала, Ферит? Я же задал тебе вопрос. Ответь мне. Неужели у тебя сегодня дома было так много дел? А? Ты была так занята, что не успела подумать? Что тебе нужно от меня, Ферит? А? Чего ты добиваешься? Чего хочешь? Я, по крайней мере, пытаюсь довериться тебе. А ты что делаешь? Ты серьезно? Ты спрашиваешь, что делаю я? Отлично. Я в восторге от тебя, Сайран. Ты еще спрашиваешь, что я делаю? О, Аллах, не дай мне сойти с ума. Может, еще немножко откроешь свои зеленые глаза? А? Может, попробуешь разглядеть? Кто-нибудь в жизни делал то, что делаю я ради тебя? Скажи мне, кто-нибудь? Ферит. Что? Скажи, кто делал так? Хотя я уточню. Кто делал для тебя хоть половину того, что сделал я? Твоя мать? Тетя? Сестра? Или этот верблюд Юсуф? А? А, стой, чуть не забыл. Твой отец Киазым? Кто сделал Сайран? Ты опять поступаешь так же. Ты опять это делаешь? Когда ты загнан в угол, сразу же меняешь тему на мою семью. Неужели тебе совсем не стыдно заводить одну и ту же тему и постоянно оскорблять меня? А? Ты вообще хоть немного задумываешься? Что я чувствую после твоих слов? А, Ферит? А ты задумываешься? Ты хоть сама слышишь, что говоришь? Ты думаешь, что вообще, возможно, огорчаешь меня и разбиваешь мне сердце? Ты хоть об этом задумываешься? Будь уверен, я думаю, больше, чем ты. Ну, конечно. Даже не сомневаюсь, что думаешь больше меня. Я же стараюсь, чтобы не быть плохим. А ты этого не видишь, Сайран? Ради тебя я делаю вас сто крат больше, чем нужно. Но ты не видишь. Не видишь, Сайран? Я пытаюсь исправиться. А ты чем мне отвечаешь? Пока я пытаюсь стать хорошим, что ты делаешь, Сайран? А? Скажи мне. Не утруждайся. Я сам отвечу. Ты ничего не делаешь. Если бы ты мне позволил, ты бы увидел, что я собиралась делать. А что бы ты сделала? Приготовила пахлаву? Делай, что хочешь, Ферит. Ты ничего не заслуживаешь. Ты знаешь об этом или нет? Да ты просто дурак. Идиот. Тупица. Идиот. Конечно. Ты самая умная в этом доме. А я дурак. Мама? Что ты там делаешь? Иди сюда. Я жду тебя. Нам нужно поговорить. Мама, меня ждет Сайран. Мне нужно идти. Потом поговорим. Ладно? Вот и хорошо. Слава богу, у тебя пока есть жена, которая ждет тебя. Если бы она услышала то, что и я, ее бы уже давно не было здесь. Что это значит? Пойдем поговорим. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Сынок, ты же дал ей такие обещания. Сказал, что женишься на ней. Заверил, что любишь только ее и будешь только с ней. Что ты такого наговорил ей? И что, мама? А? Я сказал это еще в начале отношений. Все так говорят. Что такого-то? Значит, просто хотел так сказать и сказал. Значит, ты все это говорил ей? Да, говорил. Проблема не в этом. Проблема в ее матери, мама. Эта женщина не в себе, мама. Ты понимаешь это? Понимаешь, нет? Что такого, что я сказал-то? Ладно, хорошо. Ты погорячился в начале отношений и сказал эти слова. А потом? Что ты сказал ей, когда женился на Сайран, Ферит? Сказал, что женюсь из-за дедушки. Ты сказал ей, я все равно разведусь. Не переживай. Сказал, мама. И это я тоже сказал. О, Аллах! Когда я встречался с Пелин, вы пришли и сказали, чтобы я женился на этой девушке. Что я мог поделать? Ничего страшного, я не сказал. Пелин и ее мать правы. Правы, сынок. Ее мать разбиралась со мной. Ты сказал ей такие слова и, естественно, обнадежил эту девушку. Ты тоже в свое время обещала мне кучу всего. Ты же сама сказала, мы найдем тебе девушку, она спокойно будет сидеть дома, а ты будешь жить так, как и раньше. Да, я пообещал что-то, Пелин. Ты тоже дала мне такие обещания, мама. Сайран? Сайран? Сайран, минутку. Что происходит? Ты спросил меня в загородном доме о том, хочу ли я развестись? Ты просил дать ответ. МОЛИТСЯ 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 Ты получил ответ. Играет музыка. Доброе утро. Доброе утро. Я не хотел тебя бутить, но и получилось. И если бы не заморачивался с запиской, то получилось бы. Как мило. Чего ты ожидал, Ферит? Думал, что я прочитаю задницу, передумаю и надену кольцо? Сейра, почему ты так делаешь? Это было сказано в прошлом. Тебя не было в моей жизни. Как ты не понимаешь этого? Хорошо. Тогда вспомним те дни, когда я уже была в твоей жизни. Ты из первых дней заигрывал со мной. Пытался сблизиться со мной. Даже когда ты насильно поцеловал меня, в твоей голове была мысль о расставании. Сейра, разве мы не разговаривали об этом? Разве не оставили это в прошлом? Что? Мы ничего не смогли оставить позади, Ферит. Мне каждый раз приходится сталкиваться с одним и тем же. Как только я пытаюсь тебе довериться и верить, что-то случается. Твоё истинное лицо сразу же открывается, и Аллах каждый раз защищает меня от тебя. Надо же. Значит, Аллах защищает тебя от меня. Значит, я такой опасный человек. Да, Сейра? А разве не так, Ферит? Подумай о том, что ты сделал нам. Подумай. Но ты для начала надень это кольцо. Чтобы никто ничего не понял. И ты пока подумаешь. И я подумаю о том, какой я опасный человек для тебя. А? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что за напряжение у сестер? А? Я чего-то не знаю. Невестка что-то сказала. Фирид, может поговорим на эту тему в комнате? Ты как раз в это время переоденешься. Пойдем. Хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейран, ты не надела свое кольцо? Не начинай сейчас про кольцо. Женщина подошла к нам в торговом центре. Она чуть не заговорила с моей мамой. Какая женщина? Мать твоей возлюбленной. Защищала свою дочь. Напомнила об обещаниях, которые ты дал в свое время. Что ты такое говоришь, Сейран? Эта женщина ненормальная? Как она может появиться перед тобой? Откуда она знала? Где ты? Не знаю, Ферит. Не знаю, специально она туда пошла или случайно там оказалась. Но думаю, что специально. Эта женщина какая-то... Странная. Я не поняла. Я ей покажу, наверное. Вот что будет. И с Феридой спрошу за это. Не знаю, что она сказала матери, но она сошла с ума. Ферит, не глупи. Ты никому не будешь звонить. Посмотри. Посмотри на меня, Ферит. Посмотри. Особенно. Я говорю, особенно. Я не хочу, чтобы ты разговаривала с этой девушкой. Понятно? Особенно. Если ты что-то сделаешь, то это дело дойдет и до моей семьи. Понятно? Я не хочу, чтобы моя мама узнала происходящее. Эй, Сейран. Чего ты боишься? Разве ты не этого хотела? Тебе только на руку будет. Ты ведь хочешь расстаться со мной? Ты даже кольцо не надела. Женщина появилась из ниоткуда. Смотри, что с нами происходит. Это не из-за женщины. Мы в таком положении из-за обещаний, которые ты дал этой девушке, Ферит. Понятно? Я сейчас не хочу спорить. Мне надо спуститься к сестре. Думаю, мы можем притворяться про сестру хотя бы ради моей сестры? Можем? Конечно. Можешь надеть свое кольцо на пару часов? Пожалуйста, надень его. В ряном условии. М? Ты ничего не сделаешь, не сообщишь мне. Пообещай. Ферит, пообещай. Хорошо. Обещаю. Но ты тоже сразу сообщишь мне, если что-то случится. Хорошо? Хорошо. Ферит, эта тема очень важна для меня. Хорошо? Речь идет о моей семье. Пожалуйста. Хорошо, Сейран. Я ожидал слова. Пожалуйста. Надень уже свое кольцо. Спасибо. Спасибо. Я пойду к сестре. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok